здравствуйте дорогие друзья вы на моем канале как мы живем во франции меня зовут вера добро пожаловать на мой канал из предыдущих видео вы уже знаете друзья что я живу на севере франции уже более 20 лет сейчас у нас каждый день идет дождь ну каждую ночь это точно днем бывает иногда чуть-чуть солнышко показывается погода конечно мерзкая и вспоминается мне что два года назад это был сентябрь 19 года мы с друзьями побывали в регионе франции который является моим любимым регионом это регион эльзас тогда еще у меня не было моей видеокамеры и мне приходилось снимать старым телефоном это вот фотографии им которые я сделала в деревне которая называется реквир честно говоря мне эта деревня понравилась больше всех других которых мы побывали я бывала в альзасе и раньше но это было так давно я уже не помню где именно мы были в прошлые разы помню только два города которые побольше конечно это кольмар и страсбург сегодня я вам расскажу о двух деревеньках 1 это реквир каждый год сюда приезжают около двух миллионов туристов почти все здания в этом маленьком городке в этой деревне построены еще в шестнадцатом столетии что характерно для эльзаса это украшение витрин окон вообще украшение домов снаружи иногда даже вы можете увидеть кастрюли домашние всякие принадлежности чайники конечно в моем регионе на севере франции где ветра бушуют и дожди это просто невозможно это все попадало бы на голову людям поэтому мы с друзьями очень смеялись по этому поводу чем славится эльзас это своими виноградниками и белым вином там даже существует дорога вина то есть от городка городку от производителя к производителю вина и приезжают туристы они вначале пробуют это вино есть специальные праздники места где это все происходит в основном в конце сентября в начале октября и вот эта дорога называется винная дорога кстати мое самое любимое французское вино да и вообще самое любимое вино которое я знаю из вин которые я знаю который я пробовала это альза эльзаска и и вино геврустроминер она очень известная и его делают из немножко перезревшего винограда который оставляют долго на кустах уже даже он немножечко примерзнет как бы жидкость из него испарится и остается только сладость одна и вот из такого винограда делают это вино она сладковатое и конечно его нужно употреблять с определенным типом блюд и второе белое вино альзаское еще более сладкое она кстати более известна она называется сутерны но в основном его употребляют с фуагра вино сатерны тоже производят из такого передержанного винограда очень вкусная и очень ароматная следует сказать что с 1575 года это 16 век в городе реквир было запрещено производить дешевые сорта винограда для дешевых вин таким образом там стали производиться наиболее благородные сорта вин во всей романо-германской империи на тот период вот дом самого известного винодела в деревне реквир ханса ульриша югеля этот дом был создан в 1639 году семьей а значит этого господина вторая деревня с которой я хочу вас познакомить тоже одна из красивейших деревень франции это кайзерсберг там городе в этой деревне жил известный доктор швейдзер в 1952 году вышел фильм французский который назывался или меню и доктор швейдзер если дословно перевести уже полночь доктор швейдзер я не знаю как этот фильм переведен и переведен ли он на русский язык вообще и речь в этом фильме шла о человеке который родился вот в этой вот деревне и жил до определенного возраста в ней он был музыкантом и он стал врачом и в 1912 году он из франции уезжает в африку в габон и как врач помогает там бороться с малярией он там построил госпиталь который так и называется госпиталь альберта швейцера и этот госпиталь стал известным во всем мире за что доктор получил нобелевскую премию вы все знаете мы еще это в школе проходили когда-то не знаю как сейчас дети учат или нет эльзас эта территория которая принадлежала и германии и франции и вот альберт швейцер он родился в 1875 году вот в этом городке кайзерберг и чуть ранее в 1871 году то есть за четыре года до его рождения этот городок принадлежал германской империи то есть он родился по национальности немцем а уже после первой мировой войны автоматически его национальность стала французской так что это в течение его жизни было много споров по поводу его национальности но это великий человек и во франции его конечно знает наверное каждый но особенно старшее поколение вот его дом музей дом в котором жил альберт швейцер швейцер по-русски наверное мы в него не заходили не смогли мы посетить может закрыт был а может у нас времени не было но мы посмотрели просто территорию вокруг гнезда для ласточек видите они иногда сами и свивают но очень много построенных гнезд вот видите такого кирпичного цвета над дверями это возле дома стоит памятник ему а это внутренний двор ой какой красивый велосипед я не знаю сколько ему лет вот стоит же ржавеет потихоньку но время его не берет очень много цветов вальзасе очень много это вот музей виноделья вальзасе можно увидеть очень много аистов и вот для них иногда даже очень часто строят такие гнезда специальные гнезда вот такие окошки мы встречали повсюду одна из версий что в эти окошки они всегда внизу находятся в них засыпали зерно очень красивая славная деревня смотрите какие домики это какая-то речка здесь протекает я уже не помню даже что это было и вот сувенирные магазины с керамикой в этих магазинах продаются формы такие керамические формы для очень известного вам такого пирога торта ну это похоже на нашу пасху и называется этот торт этот пирог куглов ну это так если просто его назвать и произношение немножко альзаская вот на двери написано что по закону разрешается здесь ловить рыбу только определенным способом и вы обязаны отпустить его назад в воду а 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 Субтитры подогнал «Симон» У меня тут местная подружка появилась в костюме таком красивом. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот на сегодня и всё, дорогие друзья. Я вам расскажу ещё о бальзасе в одном из следующих видео. А пока я прощаюсь с вами. Благодарю за то, что посмотрели. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Высказывайте ваше мнение. Всего вам доброго. Не болейте. Будьте здоровы. До свидания.